Ну что ж, друзья, еще раз добрый день. В эфире Финам-ФМ бизнес-канал. Сейчас вторая его часть под названием «Бизнес-класс». В это время, как вы знаете, мы встречаемся с успешными бизнесменами России, которых пытаемся растормошить на предмет того, как же стать успешным. Это же всегда интересно, это всегда занимательно. Собственно, сегодня такой же, да, ничем не отличающийся в этом контексте, по крайней мере, эфир. Но тема замечательная звучит так. Как строить бизнес через коммуникации. И об этом мы говорим сегодня с моим гостем в студии Игорь Островский, старший партнер КСК Групп и организатор круглых столов финансовых директоров. Добрый день, Игорь. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, господа. Уважаемые слушатели, напомню вам, для того, чтобы принять участие в нашем разговоре, если у вас есть возможность номер один позвонить в студию по телефону 6510996, код Москвы 495, либо задать свой вопрос письменно, для этого есть ресурс под названием сайт компании, его адрес finam.fm. Звоните, пишите, интересуетесь, спрашивайте, ну и делитесь собственными наблюдениями. Итак, еще раз напомню, мы сегодня говорим о бизнесе, построении бизнеса через коммуникации. Ну и первый мой вопрос, Игорь, резонный, да, в контексте, в каком контексте, точнее, мы с вами сегодня будем говорить о коммуникациях. Что это с вашей точки зрения? Ну, Олег, мы сегодня хотели с вами поговорить об очень узком, об очень конкретном инструменте. Это конференция, причем не просто деловая конференция, а выездная конференция. Вот, думаю, времени хватит, а инструмент действительно хороший и эффективный. Выездная конференция чем-то отличается от какой-то другой? Что такое выездная конференция? Безусловно. Ну, во-первых, про конференции, да, значит, вот на примере нашей конференции, успешный CFO-форум, это круглый стол финансовых директоров, форум, есть форум, да, форум это площадь в Древнем Риме, где люди собираются, активно коммуницируют. На нормальный форум должны быть позваны участники, то есть гости, например, в нашем примере, это частный нересурсный бизнес реальный, то есть строители, торговые компании, производственники. А нересурсные почему вы выделили в отдельную категорию? Ну, вот, с ресурсниками все проще, у них денег больше, это нефтяники. Ну, я понимаю, так, может, с ними лучше устраивать форумы? Совершенно верно, Олег, кому-то лучше, вот, хорошо, мы немножко обогнали, скажем так, самое главное в любом мероприятии, продвижение, это цель, должна быть цель. То есть не просто собраться, как люди, может быть, на греческом форуме и поговорить о чем-то, а должна быть конкретная задача, да? Естественно, должна быть конкретная задача, так как мы с вами хотели поговорить о конференции, как об определенном инструменте, а вот инструменте для чего, и вот как раз встает цель. Например, форум для бизнесмена, который его собирает, это может быть прекрасный инструмент привлечения клиентов, да? Значит, вот первая цель продажи. Может быть, цель действительно обменяться мнениями, вот, допустим, опять-таки, на примере, круглого стола финансовых директоров, очень серьезная цель для нас, так как мы являемся консультантами, да, там, это комплексное бизнес-консультирование, там, аудит, налоги, право, там, маркетинг, кадровые решения, управленческие решения и так дальше. Нам очень важно, вот полгода мы работаем, набираем какой-то опыт, очень интересный опыт, каждый день проекты, каждый день какая-то драматика, клиенты с проблемами приходят, мы им предлагаем решения, вот набирается масса интересной информации, и обязательно нужно поменяться этой информацией, и, соответственно, на форум приглашаются вот гости финансовые директора, генеральные директора и собственники компаний, вот это наша целевая аудитория, так называемые ЛПРы, лица, принимающие решения. Вы четко должны понимать, кто принимает решения по поводу, там, покупки ваших услуг, кто вам интересен, и привлекать именно этих людей, ни в коем случае не других. И второй момент, вы четко должны понимать, кто ваш целевой клиент, ваша целевая аудитория. Вот как раз уважаемые нефтяники и сырьевики, они не являются нашей целевой аудиторией. Сектор, который не относится к реальному бизнесу, финансы, страховые компании, они не являются нашей целевой аудиторией. Какая, допустим, ваша, вот, допустим, вы бизнесмен, вы хотите организовывать форум, вы четко вот должны себе ответить, кто ваша целевая аудитория, кто не целевая, Кто есть ЛПР, кто есть не ЛПР, лицо, принимающее решение. А на чем, собственно, выбор вот этот основан? Моя целевая аудитория, ну, допустим, это представители реального сектора экономики, вот то, о чем мы говорим. А почему именно на них я ориентируюсь? Мне проще с ними общаться, мне, может быть, ну, я не знаю, какие-то субъективные у меня предпочтения. Да, безусловно, чтобы быть успешным в бизнесе, вот, там, моя компания консультационная, да, она очень успешная компания, вот, вы должны фокусироваться, фокусироваться на определенной, на определенной целевой аудитории. То есть здесь мысль, главное, не растекаться, да, не разбегаться внимания. Безусловно, безусловно. Победа, она в фокусе, вот, успех, он в фокусе. За 18 лет существования наша компания, значит, знает про частный нересурсный бизнес, все, вот таких вот, на самом деле, компаний с офисом принятия решений в городе Москве, их всего 8 тысяч. Вот, то есть наш целевой рынок, это всего 8 тысяч, вот. Вы их наверняка настолько хорошо уже знаете, да, за это время? Абсолютно, да, абсолютно. Все их проблемы, чаяния, задачи, есть глобальные задачи, например, повышение деловой культуры, да, есть какие-то локальные задачи, приоритет этих задач, ключевые вопросы, мы это все знаем, безусловно. Ну, в этом случае понятно, да, почему выбор пал именно на подобный бизнес, и дальше, соответственно, каждое конкретное, я так понимаю, мероприятие тоже имеет свою локальную задачу, да, то есть мы собираемся по поводу. Безусловно. Более того, вот, меня, значит, ваши коллеги попросили с прагматического аспекта, чтобы это было интересно бизнесменам, слушателям, вот сразу выдаю первый секрет. Все цели должны быть специально прописаны. Вообще, по поводу форума создается документ, который называется «Идеальный сценарий», и... Он для внутреннего пользования? Безусловно, он для внутреннего пользования, вот, значит, надеюсь, участники круглого стола финансовых директоров меня не слышат, вот, они всегда хвалят, что изумительно... Я, честно говоря, надеюсь на другое, как раз, на противоположность у нас слышит огромное количество. Безусловно, безусловно. Бизнес-ФМ наше любимое радио, я уверен, что нас слышат. Так вот, значит, цели и задачи — это первое, что должно быть прописано. Причем цели и задачи, они касаются всех участников конференции. А, допустим, опять-таки, на примере CFO Forum, да, это и, значит, гость, это и финансовые директора, и генеральные директора, и собственники. У них, кстати, немножко разные задачи, да, и консультанты. Причем консультанты тоже разные. Есть юристы, едут наши юристы нашей компании, есть едут юристы большой четверки, у них сегмент намного более крупный бизнес, но так как мы тоже как бы заявляем определенную концепцию, да, что у частного российского бизнеса есть насущные задачи, есть риски, есть мечты, и мы обо всем должны поговорить. И мечты обязательно, к чему-то частный бизнес тянется. Не просто он, да, зарабатывает деньги, банально зарабатывает деньги. У него есть какие-то сверхзадачи, наверное? Ну, сверхзадачи — это зарабатывать еще больше денег, да, и это можно реализовать потом из частного бизнеса, превратившись в публичный бизнес, выйти на IPO, так сказать, акции, разместители, какие-то иные инструменты публичного привлечения денег — это мечты. И вот об этом можно опять-таки поговорить с консультантами из большой четверки, допустим, с юристами, да, то есть у них есть какие-то задачи. У консультантов, которые занимаются эффективностью, управлением эффективностью бизнеса, там присутствуют и консультанты по продвижению, и консультанты по кадровым вопросам, по мотивации, по стратегическому управлению, по автоматизации бизнес-процессов, многие другие. Вот у них тоже есть какие-то интересы. Есть интересы у ваших коллег, у прессы, это замечательные люди, вот, кстати, в быту очень скромные, да, но очень талантливые и влиятельные, кстати, да. У них есть свои интересы. Вот эти интересы, во-первых, нужно все опять-таки прописать, чтобы удовлетворить, чтобы у вас был успешный... То есть мы опять говорим о сценарии сейчас, да, вот об этом? Совершенно верно, мы говорим о сценарии. Потом эти прописанные цели и задачи, они выливаются в сценарий, где все должно быть, вот у нас мы прописываем с точностью до пяти минут. Вот, сценарий идет с точностью до пяти минут, мы понимаем, в какой момент какая смысловая нагрузка должна быть, какая эмоциональная нагрузка, вот, какие-то возможные варианты. Ну, я хочу сказать, что, судя по вашему рассказу, да, ваш сценарий, вроде бы, делового мероприятия, он похож на сценарий фильма какого-нибудь. Совершенно верно. Вот, или спектакль. Это фильм, который идет по сценарию, но о наполнении вы все равно не можете предугадать, и здесь самая прекрасная интрига. Кто что... Об этой интриге мы сейчас поговорим, чуть позже поговорим, сейчас время на Финам.ФМ послушать новости, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, и в гостях сегодня Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, организатор круглых финансовых, круглых столов, простите, финансовых директоров. Я напомню, что тема сегодняшней программы «Как строить бизнес через коммуникации» и телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Все это вы, уважаемые слушатели, можете использовать для того, чтобы позвонить, написать, задать свои вопросы Игорю, или поделиться собственными наблюдениями. Наверняка многие из вас, я думаю, подавляющее большинство, хоть раз в жизни принимало участие в неком деловом мероприятии. Это всегда интересно, мне кажется, это всегда познавательно. Конференция. Что да, что само собой разумеется. Вот, собственно, об этом мы сегодня и говорим. Итак, вернемся к волшебному сценарию. И это не просто сценарий, повторю еще раз, да, мне в этом смысле очень импонирует то, что вы говорите. Это не просто сценарий делового мероприятия, а это так, скурпулезно прописанное действие. Спонтанность хороша организована. Да, 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 совершенно верно. Лучший, как говорит «Экспром», да, это хорошо подготовленный «Экспром». Правильно. Итак, Игорь, продолжайте, пожалуйста, собственно, что происходит после сценария. Сценарий прописан, далее. Ну, а, значит, сценарий – это не только сценарий, безусловно, того, что будет, но это и некие технические, техническое его отражение, и это бесконечные сметы на мероприятия и так далее, и так далее. Ну, и когда вся эта работа проведена, естественно, вы проводите мероприятия. И здесь, опять-таки, обращаясь к бизнес-аудитории, наверняка нужно отметить, какой эффект, да, дает, что для бизнесмена может дать, значит, участие в круглом столе. Ну, во-первых, это полезная информация. Мы едем на конференцию с тем, чтобы получить полезную информацию. И, хорошо, полезный, вот наш девиз, да, круглый стол финансовых директоров – полезная информация, полезные знакомства, комфортная обстановка. Часто мы приглашаем клиентов, и они говорят, ой, значит, не время отдыхать, вот, или, ой, я столько много не выпью. Но мы шутим, мы говорим, безусловно, в России конференция – это разврат и пьянка, но только не у нас, вот, только не с нами. Итак, полезная… То есть основной акцент все-таки не на отдых, да, прежде всего? Ни в коем случае, ни в коем случае. Деловое мероприятие, конечно. Ни в коем случае, да. Если вы проводите вашу конференцию в комфортной обстановке, как мы всегда проводим, у нас есть определенные, опять-таки, записанные в сценарии перечень необходимых компонент. Это обязательно отель не ниже четырех звезд, это обязательно наличие рядом моря, то есть на берегу моря, потому что вот воздух, значит, легче думается и так далее. Если вы достигаете комфортной обстановки и красивой вот такой вот среды, то наступает эффект переключения. И сам эффект переключения, он заменяет отдых, как бы. То есть, безусловно, вот в нашем понимании конференция – это очень серьезное мероприятие, направленное на получение информации, на полезное знакомство. Полезная информация, полезное знакомство, комфортная обстановка. Так вот, что с информацией? Информацию вы получаете не только на сессиях и, соответственно, мероприятиях круглого стола, но у вас обязательно должен быть подготовлен очень серьезный раздаточный материал. То есть, у нас входит и буклет, где описано абсолютно все от и до, все темы раскрыты. И мы всегда готовим слайды. Слайды – то, о чем будут говорить эксперты. Многие эксперты не очень хотят посылать свои слайды. Это как бы их ноу-хау там или… Ну, их можно понять, конечно. Да, их можно понять, но, тем не менее, стандарт есть стандарт, формат есть формат. Мы все равно их уговариваем, значит, чтобы они нам эти слайды дали, и мы их распечатываем в очень такой красивой, правильной книжке. Итак, печатная информация. Причем мы просим наших гостей, подвигаем их на то, что они уже в самолете начинают это изучать. Вот, как хорошо, все в порядке, сидят на своих местах, листают эти книжки. Вот, здесь… Готовятся в какой-то степени, да? Готовятся обязательно. Мы специально говорим в полете, что, господа, уже на форуме такого времени не будет, вас там захватят события, у вас там будет очень много интересных живых контактов. Поэтому сейчас, вот пока мы там три часа летим, там немножко больше, да, обязательно почитайте это, полистайте и так далее, и так далее. И вот по пути там на Мальту или в Палермо или в Грецию, в Халкидике, в прекрасную, так сказать, вот эту вот обстановку, вот, люди вычитывают, специальные тоже люди и ваш покорный слуга. Мы ходим по рядам, спрашиваем, задаем какие-то вопросы и сами отвечаем на вопросы. Вот идет такая подготовка. А на конференции, безусловно, каждая минута должна быть использована, и, как мы с вами договорились, это все прописано в сценарии. Даже колуары, даже какие-то неформальные вещи, там, раннее утро, поздний вечер. Вот полностью мы видим, как люди должны впитывать информацию. Информация, безусловно, должна быть полезна. Не дай бог вы позовете гостей, поманите, естественно, их вот этим лозунгом полезная информация, да, а на самом деле информация будет не полезна. Информация должна иметь прагматический аспект, но вот, опять-таки, приводя наш форум в пример, мы разбираем, вот, с точки зрения рисков, это риски налоговых доначислений, правовые риски. У нас и рейдеры, к сожалению, не спят в Москве, отнимают имущество, значит, и выездные налоговые проверки приходят, очень большие у людей доначисления, до 50% от суммы сделки. Это колоссальные деньги, как вы понимаете, намного больше, чем предприниматель заработал, да, это может быть. Совершенно верно. Вот, и правовые риски, например, там, персонал с утяги, значит, или, вот, есть всегда у предпринимателя, у дилемма, у собственника, титул собственника открыт или скрыт. Пускай лучше скрыт, да, не нужно, чтобы кто-то... А другая чаша весов — это контроль, а ведь и контроль еще нужен, правильно? Вот как это гармонизировать? Это тоже вопрос. Юридическая структура — это нормально, есть нерезидентская часть этой юридической структуры, есть российская часть этой юридической структуры. Все должно быть грамотно выстроено, чтобы и контроль был, и рисков избежать. Вот, допустим, то, что касается... Извините, Игорь, я еще раз подчеркну, вот ответ на все эти вопросы, интересующие, естественно, да, бизнесмена, они даются таким, я бы сказал, в физическом смысле, да, то есть есть конкретные рекомендации. Чтобы сделать это, нужно сделать это. Обязательно. Вот это вот мы, наше завоевание было, ну, наверное, для России в целом, вот при организации проведения делового форума, что мы специально добивались от наших спикеров, все наши спикеры — это очень искушенные люди, это опытные консультанты, юристы и консультанты других областей бизнеса. И мы добивались, что только кейсовый способ, только рассказ живых историй, пускай она идеализированная, пускай это живая история, она слеплена из многих историй, но это то, что вот в последние там полгода, вот, или какие-то яркие вещи, так сказать, раньше случились, обязательно вот такой вот кейсовый характер изложения. Потому что другое, людям, ну... Опять теряется интерес, видимо, да, если в разговоре ни о чем. И теряется интерес, это менее полезно, это менее полезно. Вот мы против вот этих скучных академических докладов, только вот реальные, как бы, живые кейсы. Вот. Если, да, и как было, какие были у предпринимателя выборы, какие у него все-таки были заблуждения, консультант рассказывает свой опыт, как все-таки, какой выбор был сделан, какое было позитивное следствие, какие дополнительные позитивные следствия. Вот. Очень, как бы, важно. Очень важен формат подачи. То есть это должны быть слайды, они должны быть с визуальным каким-то наполнением. Максимально визуализировано все должно быть, естественно. Вот. Это целая наука. Наверное, не будем туда глубоко уходить. Глубоко не будем, но если не сложно, Игорь, скажите, пожалуйста, вот эти люди, да, профессионалы, которые, собственно, читают, да, выступают на конференции, вы их откуда берете, вы приглашаете? Ну, да. Мы, на самом деле, для предпринимателей, для руководителей предприятиев, собственников, управляющих и финансовых директоров, вот три персоны элиты, да, мы для них собрали на рынке России лучшую экспертизу. То есть мы попытаемся на этот форум приглашать лучших экспертов. То есть мы уже говорили, там, аудит, налоги, право, оценка кадровые решения, маркетинговые решения. Они лучшие, по вашему мнению, или это объективные какие-то есть обстоятельства, чтобы сказать? Вы знаете, естественно, мы опираемся прежде всего на рекомендации наших же клиентов. Мы собственными силами выясняем, как найти хорошего специалиста. Вот этот вот донтист, он хороший или плохой? Но, вы знаете, вы можете только обратиться к... Ну, либо самому пойти, да, и на своих зубах попробовать. На своих зубах попробовать. На здоровых еще при этом. Либо, конечно, у кого-нибудь спросить. Да, лучше спросить, и причем эта рекомендация должна быть свежей, потому что, вы сами понимаете, год назад он был еще хороший, тут ему счастье привалило, пришло огромное количество клиентов, и он уже не справляется. И качество, например, резко поехало вниз. Мы за этим смотрим, и у нас были такие партнеры, которые, как только мы видим, меняется качество, вот, мы... От них отказываемся. Да, сразу от них отказываемся, да. И поддерживаем поэтому очень... Высокую планку. Да, высокую планку. Вы, как бы, постоянно, да, находитесь, вот, что называется, внутри, да, постоянно... Процессы, безусловно. Безусловно, мы это отслеживаем, и, ну, ваш покорный слуга заканчивал философский факультет МГО, да, и социальная философия. Диплом назывался социально-коммуникативный, информационно-коммуникативные процессы в социальной структуре, да. Вот, и королева информации — это обратная связь. Ну, вы и сами знаете, да. Ну, я начнем с того, что я не заканчивал философский факультет. Звучит очень убедительно, между прочим. Да. Ну, а то, что мы... Обратная связь. ...используем, да, примерно одни и те же технологии, это очевидно, но очень близки. Вот, всегда, всегда вы должны слышать клиента и... Да, того, к кому обращаетесь, совершенно верно. Игорь, сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Как строить бизнес через коммуникации». Об этом я говорю с сегодняшним гостем. В гостях Игорь Островский, старший партнер КСК Групп, организатор круглых столов финансовых директоров. Ну, что ж, продолжим наш разговор. И, собственно, мы подошли уже непосредственно к результату проведения, да, подобных мероприятий. И вот что ваши партнеры, ваши клиенты, какой результат они видят. Да, Олег, спасибо. Действительно, мы говорили, что полезная информация, полезные связи, комфортная обстановка – это приемлемый лозунг для хорошей конференции. Мы говорили на нашей конференции именно такой, и говорили, что информацию люди и из печатных материалов впитывают, и на событиях конференции, на сессии, на пленарных заседаниях. Но есть и колуары. Колуары – это тоже очень важный момент. Они должны быть широкие, люди там должны общаться. Мы, например, обязательно делим наших участников на группы по 9 человек и 10 – это обязательно сотрудник нашей компании, менеджер по развитию. И он обязательно фасилитирует общение. То есть должен быть список участников. Всегда надо клиенту задавать вопрос. И вы знаете, диву даешься, насколько быстро, ну, частный бизнес – люди умные, элита бизнеса, насколько быстро идет прогресс. То есть буквально на глазах у людей появляются вопросы, у людей появляется новое осмысление. Соответственно, им интересно поговорить и со своими коллегами из той же отрасли, из других отраслей. Тут же им дальше интересно поговорить со специалистом, экспертом-консультантом. У него что-то, какой-то фидбэк от него получить, какую-то информацию от него получить. Тут же интересно, значит, переговорить, возможно, так сказать, еще с кем-то. То есть вот то, что в одном месте, в одно время собираются люди близкие равного статуса, равной погруженности в процесс. Мы ни в коем случае никогда, вот, допустим, на наши конференции не приглашаем так называемых свадебных генералов. Если это журналист, это действующий журналист. Если эксперт, это действующая практика, как, знаете, как хирург, который постоянно режет, а ни в коем случае не теоретик и так далее. Если это предприниматель, это действительно предприниматель, не какой-то там странный человек, который там… Который всем рассказывает, что он предприниматель. Да, который всем рассказывает там тусовщики. Кстати, Игорь, я прошу прощения, мне очень понравился ваш рассказ по поводу того, что всех гостей вы делите на группы, у каждой группы есть человек, да, ваш коллега, который коммуницирует внутри группы. Обязательно. Вот это принцип этого деления. Во-первых, это мне сразу напомнил, извините уж такое, да, детство золотое, что-то пионерский лагерь, да, когда есть отряд, есть вожатые, и вот он никогда, он не дает, ведь в чем еще прелесть, на мой взгляд, он не дает человеку, да, остаться наедине с самим собой. Он все время вовлекает процесс, процесс, и именно поэтому, я думаю, что это становится наиболее эффективным. Да, здесь вопрос в том, что информационный поток, он настолько плотный через голову гостя, что ему сложно, безусловно, его надо действительно водить. Он действительно постоянно работает мозг, и он постоянно с кем-то встречается, он постоянно смотрит вот эту вот красивую очень рабочую карту этой конференции, такая толстая тетрадь, где прописаны участники, он говорит, о, я хочу с этим экспертом, я хочу с этим экспертом. А вот Петр, ну, вот этот вожатый, который... Старший, да, 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 да. Естественно, самостоятельно сложно найти, а где этот эксперт, да? Потому что, да, 220 человек, ровно столько умещается в Боинг 474, вот, мы фрахтуем борт туда, вот, большой коллектив получается. Ой, а я вот видел вот такого-то спикера, а вот такой-то спикер сказал то-то-то, кто это? Петр, можно я, я хочу с ним поговорить? И вот этого гостя либо водят, либо к нему подводят, вот это вот полная такая логистика. И со стороны это кажется, как муравейник, но на самом деле мы знаем, что муравейник это очень... Очень эффективное сообщество, конечно. Совершенно верно, информационная система, так сказать, они там обмениваются, да. Совершенно. То есть можно говорить, что вот такое неформальное общение, оно повышает эффективность, да? Безусловно, теперь про неформальность. И действительно, не только информация, но и полезные связи. И именно неформальный формат. Как известно, самое замечательное это золотая середина. А какие бывают крайности? Бывает заформализованность, это скучно, мозг отключается, неинтересно и так далее. И бывает вот российская пьянка. Это другая крайность, которая тоже на самом деле неэффективна, она очень дорога по ресурсам. Вот, вы вроде бы вопрос решили, а вот уже продолжаете, пьёте, пьёте, пьёте. И на следующий день как бы тяжёлая голова. Мы такого не допускаем, мягко, интеллигентно. Мы эту держим вот золотую середину. С одной стороны, девизы проще, проще, ещё проще. Меньше снобизма, больше оптимизма, да. Люди действительно на коротке с чашечкой кофе, с бокалом вина в колуарах, они общаются действительно неформально. Очень просто формулируется вопрос, очень просто даётся ответ. Люди уже точками намечают какие-то будущие как бы вещи. Вот одним из важнейших выходов, результатов конференции является то, что каждый первый гость говорит, теперь я структурировал своё знание, да. Я снял чёрные очки, чего-то я боялся, вот эффект чёрных очков, вот мне там страшно было что-то. Вот, теперь я их снял, теперь для меня эти риски, они чуть-чуть обозначились. И я снял розовые очки, вот не нужно чёрных очков, не нужно розовых очков. Да, говорит гость, я знал, что такие-то риски существуют. Да, я знал, что такие-то возможности существуют. Но расставить это в приоритетах, вот я не мог, я только здесь расставил в приоритетах. Потому что вот это челночное общение, там, с другим собственником из своей отрасли, со строителем, с другим собственником не из своей отрасли, из услуг тоже что-то воспринял, да. Сейчас вот тренд больше услуг добавлять в продукт, да, вот, это общий такой тренд. Я с консультантом поговорил, с таким, с другим, по кадрам, по автоматизации, по управлению. И на сессиях посидел. И буквально каждые два часа новый, новый, новый уровень понимания вообще, что в мире происходит, что в бизнесе происходит, что в моем бизнесе. Многие пишут себе конспекты. Не то, что это мы им сообщаем. На базе нашей информации, которую они слышат, они себе уже занимаются стратегическим планированием. Какие-то точки роста себе вычерчивают, как они, вернувшись, что будут делать. Многие делают правильно, едут по двое. Финансовые управляющие, там, СИФИО, так называемые, СИО, и управляющие, так сказать, оперативной деятельностью, операционной деятельностью. То есть, учитывая, что огромное количество информации, ее просто таким образом проще воспринимать. Легче, конечно, с другом легче. И причем один финансист пошел на специализированные налоги. На одно мероприятие. Да, а другой пошел вот как раз там вот две большие ветки. Одна касается все-таки финансов больше, и другая касается все-таки больше оперативного и стратегического управления. То есть, то, что мы называем управлением эффективностью бизнеса. Там, это реклама, там, автоматизация, кадры и темы продвижения. Вот, значит, эти темы. Я понял. Смотрите, вот, я так понимаю, подобные мероприятия все-таки какой-то периодичностью происходят, правильно? Да. От чего эта периодичность зависит? Ну, вот у нас это раз в полгода. Мы интенсивно работаем. За полгода накапливаем очень интересную информацию, интересные кейсы. Это и споры в двух инстанциях ФНС, вот, по поводу там доначислений. Это и споры в арбитражах, это и какие-то кейсы, значит, побед там над рейдерами, вот, и какие-то кейсы там споров других, значит, хозяйствующих субъектов. Мы эту информацию накапливаем, мы накапливаем какие-то кейсы и по поводу решений по эффективности бизнеса. И раз в год было бы долго, потому что жизнь очень быстро движется. Да, вот сейчас, опять-таки, самый главный тренд – это экспансия на рынок. То есть то, чем сейчас занимаются наши уважаемые, дорогие, любимые клиенты, частные бизнес-предприниматели, это они делают очень серьезный натиск на рынок. Все растут очень активно, там, на 20-30-40%, кто-то на 50% удается расти там по прибыли, клиентские базы там еще больше растут. Да, все вроде бы боятся, так сказать, кризиса, есть такое ощущение, но, тем не менее, частный бизнес, он растет. Парадоксально звучит все же, да, вот в нынешние времена. Боимся, но растет. Да-да-да, и причем такими темпами это здорово. Да, да, это есть такая динамика, очень положительная, и на самом деле, вот мы проводим исследования по рынку, спрашиваем предпринимателей, и вы знаете, положительно условия для роста бизнеса оценивают большинство, большинство. Хорошо и удовлетворительно, это больше 50% российских предпринимателей, больше 50%. То есть в данном случае речь идет в целом, да, о неких экономических настроениях, да, бизнесмены, вот как вы оцениваете ситуацию в России. И настроение, и реальность, да, но еще раз, мы, Олег, сейчас с вами говорим только о частном, не ресурсном, реальном бизнесе. Да, это очень узкие сегменты, причем мы, допустим, пытаемся работать с бизнесом, офис принятия решений в Москве все-таки, да, потому что очень следим за качеством. В моменте мы хотим видеть глаза клиента, вот, быть в коммуникации, но, опять-таки, мы уже говорили, это зависит от вашей стратегии. Вот что вы хотите, с каким сегментом вы хотите работать, вот, специализировавшись очень глубоко, специализировавшись в каком-то сегменте, вы про него знаете все, вы себя очень комфортно чувствуете, вы как-то защищены от конкурентов таким образом, да. Ну, очевидно, очевидно. И, возвращаясь к неформальному общению, ну, и к эффективности, в принципе, проведения этого мероприятия, потому что там есть и официальная часть его, да, и неофициальная часть. Безусловно, безусловно. Или какая-то часть. Мероприятие не должно быть скучным ни в коем случае. Да, 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 ну, и однообразным, как минимум, да, потому что она жизнь такая, что я не могу с утра до вечера заниматься только чем-то одним. Либо, как вы говорите, либо отдыхать только, да, либо, наоборот, только сидеть и вот впитывать, впитывать, этого невозможно. Нужно, естественно, менять какую-то составляющую. Так вот, результативность. Действительно, можно говорить, что по итогам или внутри этого мероприятия люди находят друг друга, что называют, да, заключают. Обязательно. Они даже заключают сделки. Вы знаете, они, естественно, вот порядка от порядка 170 вообще количества участников, допустим, нашей конференции 220, а вообще именно финансовых, генеральных и собственников различных компаний, кто-то один едет, кто-то по двое едет, это более правильно, их 170 человек. Так вот, благодаря правильной, отстроенной, заранее отлаженной логистике, люди, безусловно, находят друг друга, люди очень много общаются, и вы знаете, они пожимают руки, они заключают сделки. Но это не сделка в прямом смысле слова, это предварительное соглашение. Вот, они приезжают в Москву, да, они как-то от эмоций остывают, конечно, вот, но у нас огромное количество примеров, и большая часть вот этих сделок, причем там же с нами и наши коллеги там банкиры едут, они тоже, ну, допустим, вот СДМ-банк, значит, там господа вообще придумали уникальную вещь, вот все креативят как могут. Они прям, четыре зампреда туда выезжают, они говорят, это у нас кредитный комитет на выезде, прям выстраивайтесь. Сразу, да, рассматриваем заявки, не выходя от кассы, как говорили. Да, совершенно верно, предварительное рассмотрение заявок. Ну, это здорово, и тем более заявка рассматривается на уровне, да, председателя правления или членов правления. Да, естественно, естественно. Потом еще один эффект, вот смотрите, Олег, чтобы... Игорь, я прошу прощения, это очень интересно, и мы сразу же об этом будем продолжать разговор, но послушаем новости на Финам.ФМ. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, еще 12 минут на наш интереснейший разговор у нас осталось. Бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Игорь Островский, старший партнер КСК-групп, организатор круглых столов финансовых директоров. Говорим мы на тему, как строить бизнес через коммуникации. Под коммуникациями мы понимаем деловые мероприятия, ну, организатором которых, еще раз повторю, и является Игорь Сокомпании. Продолжим разговор, очень интересно, да, вот какой-то пример вы могли привести. Вот, Олег, мы как раз остановились на том, что помимо форума невозможна такая плотность встреч, событий, коммуникаций. Вот я часто своим гостям, клиентам на форуме говорю, смотрите, господа, вот чтобы вам... Невозможно, в обычной жизни вы имеете в виду, по приезду в Москву? В Москве, безусловно, вам надо сначала планировать за две недели, или за неделю минимум, так, встречу, там, вы владелец компании, я владелец компании, нам, Олег, чтобы встретиться, сначала надо в нашем плотном графике найти это окно. Потом нам надо как-то ехать, либо навстречу друг другу в ресторан, так сказать, либо мне к вам, или вам ко мне по пробкам, это тоже минимум час, и час туда, час обратно. Вот, это распыляет внимание. Здесь же все под руками, вы общаетесь с одним экспертом, вы общаетесь с коллегой, вы общаетесь с финансистом, вы общаетесь с представителем, это тоже отдельный класс, кстати, огромное спасибо нашим бывшим. Клиентам это бывший частный бизнес, но они растут, они вырастают, выходят на IPO, уже в федеральном, или, ну, какой в федеральном, в международном масштабе начинают работать, и тоже с удовольствием к нам приезжают, значит, финансовые директора, они делятся опытом, это все очень-очень интересно, интересно. Также хотел бы отметить, что очень, конечно, классно такие мероприятия проводить за границей, вот, нас часто спрашивают, а почему за границей? Ну да, взяли бы вот под Москвой пансионат какой-нибудь, да, и далеко не ехать, и шевле было бы. — Безусловно, вот, ну, далеко не ехать, бог его знает, вот по этим пробкам московским. — Хотя согласен, да, два часа на самолете, да, и ты, пожалуйста, на Средиземноморье. — Ну, пускай не два часа, пускай там три с половиной, но все равно... — Да, безусловно, но в самолете, действительно, мы это время не тратим, и даже в ГИТе мы время не тратим, получается, на самом деле, по эффективному задействованному времени лучше, но даже не в этом дело, дело в психологии. Если это Подмосковье, это все люди висят на телефонах, кто-то сорвался, сел в машину, прыгнул, поехал, кто-то занялся своим, а здесь, наверное, действительно психология. Люди все-таки не за границей, они как-то все-таки пытаются держаться вместе, вот, они почему-то все-таки не звонят по телефонам. — Ну, или реже это дело, значительно, да, и потом возможность сорваться... — Вы знаете, не звонят. — Вообще не звонят. — Ну, не звонят, если действительно очень там... — Важное что-то. — Вот не звонят, понимаете, вот, факт, факт налицо, вот. Ну, и, конечно, тот комфорт, который можно устроить там, и, опять-таки, море, вот, у нас в ноябре, еще можно купаться, ну, как раз вода очень правильная, она 18-19 градусов, чтобы конференция не кинулась в море, так сказать, вся, да, не была вся на пляжу. — Закунулся и вернись, да? — Да, совершенно верно, взбодрился, вот, новые силы. И, или в мае, то же самое, да, но, безусловно, прекрасные там пейзажи, действительно, средиземноморские, это, пообщался, пообщался, просто расправил плечи, вздохнул, взглянул вдаль, уже, считай, освежился. — Конечно. Ну, и просто смена обстановки, видимо, да, это тоже психологически очень, очень хорошо действует. — Безусловно, безусловно. Вот эффект переключения, он играет роль. И даже, вот, начиная разговор, мы слышали окончание рекламы, да, вот, сколько стоит день нашей жизни, но, Олег, согласитесь, наша жизнь — это не, вот, работа отдельно, отдых отдельно, это не огурцы, помидоры и лук отдельно, это салат оливье. — Мы живем в каждый момент, и, вот, у вас прекрасная, замечательная студия, удобные люди должны делать бизнес удобно, вот, мы всегда это говорим и сотрудникам, и клиентам, и поэтому организаторы, конечно, должны обеспечить удобную, удобную атмосферу, ну, пускай не для отдыха, но для работы. — Ну, в любом случае, да, мне должно быть, да, в каждой ипостаси комфортно, работаю ли я, отдыхаю ли, да, все равно. — Совершенно верно, совершенно верно. — И результат, естественно, да, не задержится, если это будет действительно так. Кстати говоря, об организаторах, вот, в целом, я, Игорь, хочу услышать от вас, вашу оценку, насколько рынок подобных, ну, подобных вашей организации, ваших коллег, насколько он в России велик, да, насколько востребован этот бизнес вообще? — Ну, вот, конференции много, конференции много, наши клиенты говорят, что, ну, каждый первый, вот, все сто процентов, говорят, что наша конференция уникальная. По эффективности, по плотности информации никто не верит в начале, когда едут, что это возможно, и каждый первый говорит, что, ребята, ну, вы сделали уникальную вещь. За такой короткий срок я действительно получил, действительно, очень многоудобоваримой, практической и прагматической, то есть ей можно пользоваться информацией. Мы, кстати, настраиваем наших партнеров, наших коллег-консультантов, юристов, там, из большой четверки и так далее, что именно в рамках конференции у нас есть эксперты, час консультирования которых, там, ну, в жизни в обычной... — Отличные деньги стоят. — Ну, 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, вот, стоит час консультирования там. Эти люди абсолютно честно, абсолютно бесплатно говорят, дают конкретные советы. Мы много видим людей, там, с блокнотами, которые с юристом напряженно говорят, пишут, вычерчивают там. — Не потерять ничего, да? — Да, да, не пропустить. — Нигенной буковки. — Да, совершенно верно. Именно так. Поэтому все говорят, что настолько вот четкий формат, настолько полезная информация, настолько интересные связи. Вот, кстати, по поводу связей. Мы уже затрагивали, не должно быть лишних людей. Вот, к сожалению, очень громкие форумы, там, экономические, инвестиционные, вот, там, сомнительные люди, где они там взяли там свои деньги, вот, и так далее. Вот, это точно не представители частного бизнеса, представители совершенно и не бизнеса вовсе, вы понимаете, да? — Каких-то других сообществ. — Да, каких-то других сообществ, может быть, и так далее. Вот. Или экономические форумы, какие там экономисты, присмотритесь к этим людям, которые там жмутся к известным персонам, чтобы там сфотографироваться в рукопожатии, там, слиться и так далее. — Для них это прежде светское мероприятие, видимо, какое-то они занимаются самопиаром, да, они занимаются... — Совершенно верно. Какие-то другие цели они преследуют. Вот здесь мы, вот, очистили, рафинировали эту ситуацию до нельзя, то есть, и, с одной стороны, хорошая цена, вы должны устраивать хорошую цену, там, допустим, ну, вот 100 тысяч рублей, там, это... На самом деле, никто не зарабатывает на этих форумах, это, там, себестоимость, должен быть условный ноль, смысл там на этих форумах зарабатывать для организаторов не имеет смысла. Вот, но цена, она отсекает вот таких вот каких-то странных людей. С одной стороны, это один уровень отсечения, а с другой стороны, уровень отсечения, статус этого человека, вот, как мы говорим, должны быть все боевые генералы. Да, генерал, но он должен быть боевой. — Боевой, не свадебный. — Не свадебный, не паркетный, вот. Это должен быть реальный бизнесмен, реальный консультант, реальный журналист и так далее. И вот этим людям им очень интересно с друг другом, потому что они в одном процессе, они в реальном бизнесе, они прекрасно друг друга понимают. — Да-да, они говорят на одном языке. — Абсолютно точно, да. — Здорово. Значит, и учитывая, что немножко времени осталось, Игорь, я хочу попросить вас о неких перспективах развития подобных, да, подобных взаимоотношений, подобных коммуникаций у нас в стране. Опять-таки, напомню вам, да, учитывая, это меня очень сильно порадовало сегодня, что некая статистика, да, которой вы располагаете, говорит о позитивном, да, позитивном взгляде бизнесменов на текущие события. — Да, я позволю сказать, что наш партнер, вот, генеральный директор журнала, вы знаете, главный редактор Оля Шуравина, очень, значит, продвинутый, и также эксперт, не буду всех называть, да, вот, иногда нам заказывают какие-то исследования, вот, тоже они могут поделиться с вами, значит, действительно настроение хорошее. — И так, и так, по поводу перспектив ивента, да, вот, события, ивент, вы знаете, действительно у нас очень хороший опыт, и, например, вы знаете, в Москве очень хорошо сейчас организуются бизнес-завтраки. — Такой очень короткий формат, значит, аудитория, может быть, 10 человек, может быть, 15, 20 человек, до 25 человек, конечно, должны с элементами круглого стола, с элементами интерактивного общения, информация должна быть прагматической, она должна быть правильно организована, диалоговый режим, кейсовый подход, визуализированные слайды, чтобы интересно воспринималось сухой лекционный формат, люди не воспринимают слишком большой поток информации. — Вот, сразу в мозг, как говорится, должна подаваться информация, это вот на бизнес-завтраке, мы, например, действительно на своих бизнес-завтраках по налоговой безопасности, по правовой культуре, мы, действительно, это завтрак, там, и чай, и кофе, и сливки. — Такой тренд, да, я так понимаю, он связан исключительно с количеством информации, что, как раньше это было, наверное, модно, простая деловая конференция, деловые мероприятия уже сейчас не котируются, это должно быть с элементами чего-то развлекательного, если вообще можно завтрак назвать развлечением. — Ну, безусловно, безусловно, как мы говорим, да, потребность остаётся, всегда человеку хотелось пить и тысячу лет назад, и сто лет назад, и сейчас, но напитки разные, тогда вода, сейчас кока-кола там и так далее, вот, там молоко там обезжиренное и так далее, поэтому потребность остаётся в такого рода коммуникациях, она всегда была, там, те же пиры, там, те же сходки, те же там, ещё что-то. — Но не пир ради пира, да, а пир, на фоне пира мы говорим. — Теперь ещё несколько тоже подкину идей, значит, очень интересные сейчас деловые вечеринки. — Игорь, я прошу прощения, у нас осталось несколько секунд буквально, да, если можно, последнее как-то слово, да, в отношении всех этих мероприятий. — Ага, ну, пожелаю, значит, коллегам-бизнесменам устраивайте и бизнес-завтраки, и деловые вечеринки, и другие ивенты, вот, ну, обращайтесь за советом, что могу сказать. — Обязательно. Игорь Островский в студии «Бизнес-класс», всего хорошего, успеха в бизнесе, до свидания.